всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики сегодня стоит обратить внимание на данные которые выходят по еврозоне это и pc 1200 по московскому времени со стороны америки первые данные будет выходить в 1530 по москве я думаю что рынок их проигнорирует это разрешение на строительство здесь пока все достаточно позитивно по прогнозу но были важны данные выйдут в 1700 по москве это мичиган и вот здесь достаточно позитивные прогнозы если все будет хорошо на общем фоне то есть статистики которая выходила на этой неделе я думаю мы сможем увидеть прекрасное закрытие для американского доллара этой торговой недели переходим техники индекс доллара стороны маржинальных зон обеспечения напоминаю что у нас сохраняется нисходящий потенциал но со стороны классики у нас начинает отрисовываться разворотная фигура чаша с ручкой непосредственно боковичок это ручка и вот у нас пошла чаша левая сторона есть но мы вырисовываем ну соответственно отрисовывается теперь правая сторона чаши и отрисовывается ручка то есть по факту нам как раз если идти на отрисовку данной разворотной фигуры это достижение 92 45 92 55 восходящая промежуточная зона ну и напоминаю что по моей статистике когда мы достигаем первой целевой зоны то происходит хорошее коррекционное движение самое главное чтобы фундамент не подкачал стороны тактики адреса мы также достигли значимой области ну и даже по экстраполятору нам показывают что неплохо сходить бы нам вверх в принципе все области они совпадают непосредственно с маржинальными зонами обеспечения ну и по классике выходим мы скарабкиваемся так скажем на линию поддержки для того чтобы оттолкнуться от исторического уровня 9165 соответственно здесь уже на непосредственно дневном таймфрейме у нас разворотная свеча появилась самое главное теперь нам при закрыться также в белом и у нас будет полный сигнал и со стороны классического технического анализа на покупку хотя бы на коррекцию по индексу доллара валютный рынок евро доллар продолжаем отторговывать нашу идею относительно укрепления американского доллара пока мы далеко не ушли это соответственно продажа это агрессивная продажа напоминаю что захожу стороны агрессивно консервативной торговли внутри дневной продажи стоп лоссом выше непосредственно через фрактал вчера объяснял это как 1.2 но помните о том что у нас не достигли мы восходящие целевой зоны это 1 20 25 1 20 40 по непосредственно тейком необходимо нам закрепиться ниже 1 19 40 1 19 45 и тогда мы более спокойно свалимся в район 1 18 95 1 19 05 но если так уж да хорошо пойдем то для этого есть еще у нас одна зона это 1 18 60 1 18 65 со стороны опционов очень так скажем сладкая картина вместе с маржиналка почему потому что по неделе мы опять же находимся возле верхней границы опционщики будет толкать нас вниз к оптимальному значению это 1 18 85 со стороны месяца точно такая же картина возле верха будем толкать вниз и оптимальный уровень находится точно там же самое главное с этой стороны как я уже сказал нам пройти минимум потому что здесь большое скопление у нас покупателей со стороны открытого интереса ну а дальше уже будем спокойно валиться соответственно потом по тем тэйком которые я обозначил со стороны объемов здесь хотелось бы отметить что желающих сильно продавать не замечено небольшие объемы только примерно там же где и восходящая целевая зона которую мы не достигли а вот желающих прикупить достаточно много поэтому самое главное нам разогнаться вот большие объемы как раз там где находится оптимальное значение по опционам это предыдущие минимумы соответственно здесь можно ожидать первого хорошего коррекционного движения а потом уже будем смотреть как открываются американцы и какая статистика по ним выйдет пара фунт доллар так можно сказать зачет спасибо вчерашняя торговая идея полностью пошла на сто процентов на свою реализацию это продажа со стоп лоссом за предыдущие максимумы на текущий момент что что ну конечно же переходить на на более младший таймфрейм и m5 m15 и на коррекции соответственно добавляться здесь напоминаю что у нас потенциал движения это взятие минимумов 0 9 и 10 0 4 1 36 75 1 36 85 хорошим уровнем может выступить для продажи подход к 1 37 55 1 37 60 так напоминаю что здесь со стороны маржинальной зоны обеспечения краткосрочный приоритет сохраняется нисходящий со стороны опционов картина выглядит у нас по следующему так со стороны неделек мы находимся ниже баланса ниже оптимального значения пока будем хорошо толкать с помощью опционов нижняя граница находится в районе 1 37 то есть здесь можно будет ждать первой остановки так со стороны месяца картина в принципе сильно не меняется плюсом наверное является также что мы находимся ниже баланса сигнал на продажу ниже оптимального уровня между покупателями и продавцами ну и на том же уровне находится у нас непосредственно нижний диапазон нашего опционного канала самая нижняя граница находится на перелого в районе 1 36 40 со стороны объемов картина по паре фунт доллар выглядит по следующему так самое главное смотрите у нас появляются крупные объемы как раз из района 1 37 55 1 37 60 это как раз хорошая точка при возврате для того чтобы стать здесь на продажу ну а желающих прикупить опять же полностью идет совпадение и с опционами и с маржинальными зонами обеспечения это предыдущий минимум предыдущий минимум поэтому в силу того что это волатильный инструмент может быть хорошая коррекция ну а дальше если будет хороший фундаментальный фонд будем хорошо валиться тем более смотрите в течение внутри дня практически уже на тысячу продавцы преобладает над покупателями пара доллар США японская иена ну миллиметра не хватило чтобы идеально дотронуться до маржинальной зоны нисходящей целевой чтобы получить полное коррекционное движение к непосредственно восходящей промежуточной 109.80 109.90 просто в середине у нас будет ожидать 109.20-109.25 поэтому пока далеко не ушли покупка со стоплосом под зону это 108.30 здесь и внутридневная ТРК и недельная ТРК ну рассчитываем на такие цели по среднюю сроку вообще можно будет достаточно высоко залезть со стороны опционов картина по паре доллар и иена выглядит по следующему если взять недельки идеально как и по евро доллара мы отталкиваемся от низа будет нас толкать оптимальное значение по неделям 109.65 если обратиться к месяцу то у нас оптимальный находится внизу ну соответственно это контртрендовая стратегия здесь тогда нужно ориентироваться на более высокие уровни верхний диапазон 110.60 со стороны открытого интереса большой плюс на то что у нас здесь больше покупателей в районе как раз 109.30 еще покупатели преобладают над продавцами ну и в районе 110 эту цифру я уже оговорил на этой неделе будьте аккуратны можно будет фиксироваться со стороны объемов картина выглядит по следующему так крупный объем в районе 109.50 в принципе то же самое как и по недельным опционам там где оптимальное значение между покупателем и продавцами поэтому ждем там хорошего такого коррекционного движения в принципе если пойдем по тренду то все великолепно ну а так объемы встречаются как раз в районе 110 ровно и 110.40 товарно-сырьевой сектор канадский и австралийский доллары ну а я напоминаю для тех кто хочет понимать как я торгую по своей торговой системе ее изучить набираю группу до следующего воскресенья обучение в формате двух недель первая неделя это теория с помощью видеозаписей на второй неделе мы с вами переходим на онлайн практику ну и дальше как только будет повторяться группы вы можете опять присоединяться на практические занятия стоимость обучения 2000 все контакты под данным видео обращайтесь за подробной информацией канадский доллар здесь нужно быть более аккуратным потому что стороны классики давно работает у нас нисходящий даже линейка нисходящих трендов сейчас мы подошли как раз к трендовой линии сопротивления вот коррекционное движение мы как раз и получили напоминаю что здесь краткосрочный приоритет по маржинальным зонам сохраняется нисходящий в принципе да из того что у нас сейчас получается может отрисоваться перевернутая голова плечи левое плечо есть голова есть косая линия плеч и в принципе мы начинаем отрисовывать правое плечо плюс на зону опустились разворотная свеча страны классики если мы будем все-таки укрепляться по американскому доллару по индексу это покупка со ступлосом под 1.24.95 по тейку заход в верхний диапазон за зону за 1.25.70 здесь можно делать доливку с первой целью 1.2605 1.26.10 более высокая 2 1.26.50 1.26.70 стороны опционов картина по паре канадский доллар к доллару вылетит последующему по неделям необходимо нам необходимо нам все-таки сходить к верхней границе это как раз район 1.26.60 1.26.70 так со стороны месяца здесь пока все нейтрально но я бы обратил ваше внимание на оптимальное значение между покупателями и продавцами оно также находится в районе 1.26.60 стороны открытого интереса плюс нам большой что у нас наш минимум защищает достаточно много покупателей ну а дальше на общем фоне можем спокойно уже двигаться по восходящему движению со стороны объемов ситуация здесь следующая так если брать если брать если брать минимумы у нас защищает плюс если посмотреть предыдущий минимум он также находится под объемами самое главное смотрите нам здесь сейчас развернуться на крупных объемом которые стоят на продажу есть небольшое преобладание внутри дня ну а дальше все достаточно спокойно вплоть до максимумов это 1.26.15 1.26.30 австралиец к доллару вчера я вам говорил что нужно быть аккуратными потому что хорошие данные вышли по Австралии но сегодня ситуация стороны фундаменталки здесь перевернулась почему потому что выходили данные по Китаю ВВП и объем промышленного производства вышло все позитивно но цифры не те которые ожидали это конечно же негатив негатив вообще общий потому что уже будет поговорить о том что Китай начинает пробуксовывать если Китай начинает пробуксовывать это соответственно негатив для австралийского доллара со стороны техники здесь тоже можно профитнуться не так сильно как по другим инструментам но все таки продажа стоп лоссом выше 76.70 первый тейк ну достаточно близко 77.10 закрепляемся идем уже в район 76.60 76.70 сильно я бы не разгонялся но на дальнюю перспективу вот вам еще одна зона 76.20 76.25 со стороны опционов торговая идея внутри дня полностью поддерживается так как по неделям мы находимся возле верхнего диапазона границы сильных покупателей желающих встретить нет пока идет как раз именно борьба на этих уровнях тут нужно конечно смотреть что будет нам предлагать общее настроение ну и по месяцу мы также оттолкнулись смотрите на 77 ровно стоит как раз оптимальный уровень между продавцами и покупателями поэтому здесь будет задержка нижняя граница находится в районе 76.45 ну и даже если смотреть открытый интерес именно на этих уровнях достаточно все ровно со стороны объемов у нас картина следующая так продавцы ну продавцы защищают высокие уровни это уже у нас восходящая целевая зона туда мы так сразу не развернемся опять же пока фундаментальный фон не в пользу австралийского доллара но стороны объемов хотелось бы отметить следующий момент достаточно крупные объемы что опять напоминает нам о том что это достаточно низковолатильный актив поэтому сильно сильного движения здесь я бы не ждал нисходящего напоминаем товарно-сырьевой сектор нефть сорта бренд все пока великолепно я бы нефть на самом деле не трогал потому что я считаю что это сверх агрессивная сделка будет на продажу со стоп лоссом выше 67 65 по тейку 66 10 66 20 этого будет в принципе достаточно золото золото наконец-таки вчера допробивалась на объемах выстрелили стопыки посрывали здесь по золоту со стороны маржинальных зон обеспечения у нас приоритет сохраняется восходящий но общий фон может дать хорошее коррекционное движение понимая что это агрессивная сделка пока недалеко ушли это продажи стоп лоссом выше как минимум 1700 1773 теки первая приостановочка будет в районе 1756 более значимая уже в районе 1745 1750 ну и если хорошо пойдем то ожидаем район 1725 1729 так со стороны опционов полностью поддерживается картина на сегодняшнее падение недели мы как раз возле верхней границы опционного канала так 1745 это оптимальное значение между покупателями и продавцами ну и нижняя граница как раз в районе 1725 поэтому если так сходим даже если посчитать 40 долларов для золота это великолепно здесь можно будет даже сразу переворачиваться на агрессивное коррекционное движение так ну и со стороны месяца здесь у нас только сигнал хороший на продажу со стороны баланса дня оптимальное значение 1750 поэтому со стороны недельных и месячных опционов как раз высвечивается это диапазон 1745 1750 но открытый интерес опять же при прохождении хорошем прохождении 1750 дальше у нас одни продавцы поэтому будем прекрасно валиться со стороны объемов золото выглядит по следующему так переходим на более крупный ну ну как я и говорил все все сейчас у нас на текущих минимумах со стороны продавцов 1780 пока не понимаю на чем мы можем туда сходить возможно открытие европы даст небольшой выстрел но выстрел в 20 долларов просто так не происходит ну а со стороны опять же покупателей хорошие объемы в районе 1748 ну и достаточно большое сосредоточение как раз 1730 возможно что их немножко сдвинут вниз а те которые находятся пониже в районе 1720-22 поднимутся вверх так чтобы идеально защищать минимум 13.04 фондовый рынок DAX 30 здесь пока все двигается в рамках торговых идей которые закладывались на этой неделе это слабый восходящий тренд сигналы на покупку у нас все больше и больше поступают поэтому опять используем классику при подходе к линии поддержки покупаем напомним о том что у нас есть более низкий диапазон поэтому либо грамотно работаем со стоплосом либо работаем непосредственно с усреднением первый подход из района 15255 второй 15210 по тейку ориентируем себя пока так ну не сильно заходя это у нас 15 345 а вообще АТР находится в районе 15400 NASDAQ вчера плотно отработали прям вообще все так все четко предупреждал что можем не дать хорошую коррекцию поэтому нужно было агрессивно покупать на текущий момент я думаю что мы все-таки дождемся американцев для того чтобы продолжить восходящее движение тем более S&P вчера выдал новые максимумы поэтому агрессивная сделка это продажа стоп-лоссом выше непосредственно 14.060 первый подбор на покупку 13.860 13.875 более низкий 13.685 13.715 со стороны адверса в принципе точно такая же картина 13.635 это один из хороших оптимальных уровней но нужно сильно прям так надавить на индексы чтобы мы сюда свалились поэтому будем еще ориентироваться и на промежуточные уровни возможно только дадим середину но стороны сигналов на покупку их достаточно много с с с с с и точно точно такой же подход как и по нас даку продажа стоп-лоссом выше 14.060 4180 первая остановка 4.150 более выгодная 4.125 на покупку это маржинальных зон обеспечения со стороны адверса конечно же было идеальным закрепление под 4.155 под непосредственно 4.145 чтобы свалиться в район 4.115 4.120 и отсюда уже соответственно выгребать на как минимум средний срок Dow Jones идеально мы вчера достигли нашей зоны 34.070 это как раз внутридневная терка была продажа стоп-лоссом выше 34.100 то хотелось бы приземление в район 33.800 отсюда уже непосредственно откупать данный валютный ой извиняюсь данный фондовый инструмент на сегодня все всем попутного тренда прекрасного закрытия торговой недели и до встречи на следующих видео обзорах